Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника математика 6 класс, автора Мерзляк Полонский и Кир, под номером 1323. Нас просят. Начердите на координатной плоскости замкнутую ломаную, последовательными вершинами, которые являются точки с координатами. И в конце уже, после того как мы ее построим, нужно будет отметить точку с координатами 7-1. Интересно, что же у нас за фигура получится. Для того, чтобы построить правильно оси, нам с вами нужно выяснить, какое наибольшее и какое наименьшее значение будут абсциссы. Потому что именно такие точки с такими координатами, столько единичных отрезков мы будем откладывать на оси абсцисс. И мы увидим, что наименьшая абсцисса у нас, у точки, это минус 8. Поэтому влево мы откладываем 8 единичных отрезков и чуть-чуть продолжаем. Самое наибольшее значение первой координаты абсциссы это 9. Поэтому вправо мы откладываем 9 единичных отрезков. Теперь рассмотрим ось ординат. Сравним вторые координаты и увидим, что наименьшее значение абсциссы у нас с вами минус 2,5 единичных отрезка. Значит мы берем и откладываем вниз приблизительно 3 единичных отрезка. Теперь наибольшее значение ординаты. И мы видим, что наибольшее значение ординаты это 6. Поэтому вверх мы откладываем 6 единичных отрезков. Вот так вот мы выясняем, насколько у нас будет система координат расположена в единичных отрезках вправо, влево, вверх и вниз. Все, теперь мы ее построили. Начинаем откладывать точки. Итак, первая точка с координатами 8,0. Эта точка лежит на оси абсцисс, потому что у нее вторая координата 0. Итак, мы от начала координат отложили 8 единичных отрезков, отметили эту точку и ставим циферку 1. Это наша первая и последняя точка, потому что наша ломаная, замкнутая. Следующая точка, я отмечу, что мы эту точку построили. Следующая точка с координатами 6,2. От начала координат вправо, вдоль оси абсцисс, мы идем на 6 единичных отрезков вправо и поднимаемся вверх на 2 единичных отрезка. Это наша вторая точка. Отметили ее. Следующая точка с координатами 0,6. Первая координата равна 0, значит эта точка расположена на оси ординат. Поднимаемся вверх на 6 единиц. Это наша третья точка. Следующая точка отмечаем с координатами 1,4. От начала координат вправо откладываем 1 отрезок единичный и поднимаемся вверх на 4 единичных отрезка. Это наша четвертая точка. Следующая точка с координатами минус 1,4. От начала координат двигаемся влево на 1 единичный отрезок и поднимаемся вверх на 4. Пятая точка. Шестая точка с координатами минус 3,3. От начала координат двигаемся влево на 3 единичных отрезка и поднимаемся вверх на 3 единичных отрезка. Это наша шестая точка Следующая точка с координатами Минус 6,0 Точка расположена на оси абсцисс Ее координата минус 6 Отметили Это седьмая точка Минус 8,0 Тоже точка находится на оси Абсцисс с координатой минус 8 От начала координат Это 8 единичных отрезков влево Следующая точка с координатами Минус 6, минус 1 От начала координат влево 6 единичных отрезков И вниз 1 единичный отрезок Это наша девятая точка Далее точка с координатами Минус 6, минус 2,5 От начала координат влево 6 единичных отрезков И вниз 2,5 Это будет 5 клеточек Это наша десятая точка Теперь точка с координатами Минус 5, минус 1 Влево 5 единичных отрезков И затем вниз 1 единичный отрезок 11 точка Далее точка с координатами Минус 1, 1 Влево 1 единичный отрезок И вверх 1 единичный отрезок Это наша двенадцатая точка Далее точка с координатами 0, 1 Точка расположенная на оси ординат С координатой 1 Тринадцатая Далее точка с координатами 3, 0 Это точка на оси абсцисс 3 единичных отрезка вправо Точка с координатами 2, минус 1 1 расположена справа От начала координат на 2 единичных отрезка А затем вниз на 1 единичный отрезок Это пятнадцатая точка 16 точка имеет координаты 5, минус 1 От начала координат вправо 5 единичных отрезков И затем вниз 1 единичный отрезок 16 наша точка 17 точка имеет координаты 6, минус 2 От начала координат откладываем 6 единичных отрезков вправо И вниз 2 единичных отрезка 17 точка Следующая точка с координатами 7, минус 2 От начала координат откладываем 7 единичных отрезка вправо И вниз 2 единичных отрезка Это восемнадцатая точка 19 точка имеет координаты 9, минус 3 9 единичных отрезков вправо И вниз 3 единичных отрезка 19 точка построена И последняя 20 точка с координатами 8, минус 1 8 единичных отрезков вправо И вниз 1 единичный отрезок 20 точка А теперь последовательно их соединяем Сначала первую точку Соединяем со второй Вторую точку соединяем с третьей точкой Теперь третью точку соединяем с четвертой точкой Четвертую с пятой Пятую с шестой Шестую с седьмой Седьмую с восьмой Восьмой с девятой Девятую с десятой Десятую с одиннадцатой Одиннадцатую с двенадцатой Двенадцатую с тринадцатой Тринадцатую с четырнадцатой Четырнадцатую с пятнадцатой Пятнадцатую с шестнадцатой Шестнадцатую с семнадцатой Семнадцатую с восемнадцатой Восемнадцатую с девятнадцатой Девятнадцатую с двадцатой И двадцатую точку соединяем с первой, потому что это замкнутая, ломаная. И, как видимо, получили с вами рыбу. Ну, или акулу. И осталось нам отметить последнюю точку с координатами 7 минус 1. От начала координат вправо 7 единичных отрезков, а затем вниз 1 единичный отрезок. У каждой рыбы есть глаз. Итак, мы с вами всё построили. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. А также заходите в наши группы в соцсетях. КОНЕЦ